Международный день защиты детей Театр Буратино решил отметить премьеры спектакля. Юным зрителям была представлена постановка «Вперед спасателей», созданная в жанре обучения с приключениями. В веселой и увлекательной форме детвори рассказали о том, какие опасности могут подстерегать дома, на улице, на дороге и как вести себя в той или иной ситуации. А вы меня узнали? Незнайка! Правильно! А почему меня зовут Незнайка? Ты же это ничего не знаешь! Конечно! Вот так начинается эта захватывающая история, которую когда-то придумал и написал актер-кукольник из Екатеринбурга Сергей Усков. Ее главным героем он сделал Незнайку, уверенного в том, что жизнь создана для приключений и что ничего опасного ему в принципе не грозит. Наблюдая подобную жизненную философию у большинства ребятишек, автор решил наглядно показать, к чему она может привести. Дело в том, что взрослым ребятам это преподают в школах, это вот ОБЖ, а малыши, которые дошколят еще и первый класс, они в принципе с этой темой незнакомы. А это такой общий курс, который охватывает намного все шире, вплоть до того, что ты делаешь, когда остаешься один дома, можно ли открывать дверь незнакомым и так далее и тому подобное. Первая постановка этой пьесы была сделана в Екатеринбурге. Она оказалась настолько успешной, что спектакль стал лидером репертуара, начав переходить из театра в театр. В Магнитогорске эту пьесу решил поставить актер Буратино Роман Табиев. Этот спектакль был в Екатеринбурге, но я не стал его смотреть, боясь, что я что-то могу оттуда сам, неведомо того, взять. Я не стал смотреть ни фотографии, ни картинки. При знакомстве с пьесой молодой режиссер ограничился читкой текста и прослушиванием музыки, написанной для спектакля. Ее основой оказались попсовые ритмы 1990-х годов. Роман Табиев и композиторы Буратино Вадим Говорский и Кирилл Юрков единодушно решили осовременить музыкальное сопровождение. Например, вот таким получился эпизод встречи «Незнайки и незнакомцы на улице». В гости нас к себе зовет и какие-то вопросы задает, как нам стоит поступить, согласиться и пойти с ним. Частично пришлось переделывать и текст пьесы. Там старые шутки в стиле улицы Сезам, которая в данной ситуации уже не актуальна, и такая программа не идет. Это было в мое детство, мы переделали. Взяли за основу, есть тут программа «Кто хочет стать миллионером», ну вот кусочек такой. То есть юмор, для взрослых хотя бы хоть как-то. В результате режиссеру и его единомышленникам, которые сыграли в спектакле «Команду спасателей», удалось превратить постановку в очень познавательное и увлекательное шоу. Стоит отметить, что для актера Романа Табиева это первый опыт режиссерской работы, который, судя по реакции зрителей, оказался весьма удачным.